Здравствуйте, дорогие друзья! Доброе утро! Сегодня мы изучим две очень интересные буквы. На самом деле, буква «ы» в русском языке не начинает ни одно слово и крайне редко встречается в середине и в конце слова. В крымско-татарском языке совершенно по-другому происходит это дело, потому что буква «ы» начинает очень много слов. Например, «ыргат» – «патрак» либо «наемный служащий». «Интылуф» – «рвение». «Ирк» – «раса». Но это далеко не все слова, начинающие на букву «ы». Продолжим. В середине слова «ширын» – «сладкий». «Чантыр» – «худой». В конце слова «частливый» – «счастливый». На этом мы переходим к следующей нашей букве, которая «э». «Э, арифосознан башенда». «Эзги» – «мелодия». Также на мелодию можно сказать «макам» либо «нахме». Помимо этого, слово «эзги» имеет второе значение, что значит «угнетение» – «гнет». «Элев» – «сияние». Буква «э» редко встречается в середине слова, но иногда это «э» в середине может встречаться в именах собственных. На этом, дорогие наши телезрители, сегодня мы изучили букву «ы» и «э». На этом наш урок заканчивается, но не пропускайте наши следующие уроки. Субтитры создавал DimaTorzok